МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в правительственном области принято решение и с 30 апреля введен особый противопожарный режим. То есть это было запрещено разведение открытых костров, сжигание мусора, палу травы. Все эти мероприятия не позволили увеличить количество пожаров. Администрация города проведена тоже достаточно большая работа. Службы экологической безопасности обновили минерализированные полосы по сельским населенным пунктам. Это больше 100 километров. Также особое внимание было уделено пропаганде. Работали очень активно и в сельских населенных пунктах, и с садоводческими товариществами. Но в связи с тем, что коронавирус, приходилось работать в особом режиме. Старались без общения с людьми. Осуществлялось через информированные доски. Материал размещался на доске информации. То есть в рейды не выходили? Ну вот это рейды и были. Также вот эти рейды сопровождались звуковой озвучкой тех мероприятий, которые необходимо провести. То есть это запрещение костров. Это приезжала машина с громкоговорителями? Да, это приезжала машина. Через громкоговоритель шло оповещение людей о запрете проведения всех этих мероприятий. И как показывать статистика, я думаю, что мы справились достаточно хорошо. Больших пожаров таких резонансных у нас не было. А вообще какое число пожаров можем назвать? Оно у нас даже меньше, чем было в 2019 году по количеству. А я правильно понимаю, то есть на участке костер разводить нельзя? В особый противопожарный режим нельзя. Когда его снимают, значит, существует ряд требований. Это 50 метров от жилых домов, от помещений. Это обязательно в бочке. Обязательно, чтобы у вас было ведро воды. Ну и, соответственно, вы далеко не отходили. А все-таки что чаще всего становится причиной пожаров в частном секторе? Причиной пожара основной это небрежность людей, небрежно брошенные окурки, сухая листва. Сам был невольным свидетелем. Человек на остановке курит, бросает непотушенную сигарету и практически сухая трава начинает махом. Как порох загорается, человек садится в автобус и уезжает. Поэтому небрежность. В последнее время перегруз электрической сети, короткое замыкание, что приводит к возникновению пожаров, тоже одна из рекомендаций. И, пожалуйста, внимательно смотрите, используйте, в розетку включайте только один прибор. Если включаете много, то смотрите, чтобы они по мощности были не такие. То есть если вы в одну розетку включаете и стиральную машину, электрочайник, еще какие-то приборы, то это уже вероятность возникновения пожара велика. Вопрос важный. Также одна из частых проблем в частном секторе – это отсутствие пожарных гидрантов. Есть ли в администрации какая-то программа по оснащению гидрантами частный сектор? Да, работа у нас уже начата в 2019 году. Мы объехали безводные районы, так называемые, где у нас меньше пожарных гидрантов. Это посмотрели мы поселок Северный, в этом году посмотрели, значит, рудник имени Третьего интернационала. Уже разработаны мероприятия. В этом году планируется, значит, установить два пожарных гидранта на существующую сеть в поселке Северный. Один пожарный гидрант на руднике имени Третьего интернационала. И в дополнение, значит, на 2021 год планируем установку еще дополнительных двух пожарных гидрантов на руднике имени Третьего интернационала. А вот возвращаясь к вопросу противопожарной безопасности на участках, какое наказание предусматривает, если человек не соблюдает правила? Ну, наказания достаточно жесткие. И хочу отметить, что если введен особый противопожарный режим, то штрафы, они в два раза увеличиваются. То есть сейчас, если этот особый противопожарный режим не введен за нарушение штрафа 2 тысячи на физическое лицо, то есть на гражданина. И в случае, значит, когда введен особый противопожарный режим, штраф 4 тысячи. А как происходит контроль за этим? То есть специалисты, Центра защиты населения или полиция? Нет, этим занимается, значит, Госпожнадзор. Это входит в их функции наложения штрафов. Вот, поэтому они также выходят и в коллективные сады, и в сельских населенных пунктах. Такую работу проводят. Вот. И я знаю, что в этом году достаточное количество штрафов уже наложено. Помимо пожаров, хотелось бы поговорить на такую тему, как безопасность на воде. Скажите, как обстановка в Нижнем Тагиле? Да, у нас вот в связи с жаропожарной, с жаркой, установлением жаркой погоды, вот, весь, все жители Нижнего Тагила ринули сразу к воде. Вот. Ну, у нас в городе определены четыре зоны рекреации. Это места отдыха у воды. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что люди у нас в любом случае полезут в воду, поэтому проводим превентивные мероприятия, очищаем эти участки от воды. Значит, это у нас четыре участка. Это бывший наш пляж по улице Горошникова, 11. Значит, это парк Бондина, это парк Народный и Выски пруд. Вот. Соответственно, там все почищено. Вот. На Нижнетагильском пруду установлены буйки, чтобы транспортные средства не заплывали на эту территорию. Вот. Ну, и, соответственно, кто плавает, чтобы не пересекали эти буйки. Выставлены аншлаги у нас по остальным местам. Как бы вот уже по опыту предыдущей работы мы знаем, да, это район Зайгоры, черные пески, это Муринские пруды, это Мокрая Ольховка. Вот. То есть аншлаги о запрете купания выставлены. Вот. Ну, и, соответственно, уже в соответствии со споряжением председателя председателя Свердловской области уже организованы каждый день, проводятся рейды. Привлекаем сотрудников по делам несовершеннолетних МВД Нижнего Тагила, привлекаем госпожнадзор Нижнего Тагила для проведения этих рейдов. Вот. Где людям разъясняем правила безопасного поведения на воде. Вот. Ну, и, соответственно, очень много замечаний дети без родителей. Вот. Поэтому здесь уже идет наложение и штрафов, ну, вот, со стороны ПДН. Вот. Вручаете памятки? Да. То есть наша задача – это все-таки людей оповестить, вот, сказать об опасности, вот, ну, и соблюдение всех правил безопасности поведения на воде. Но все-таки запретить купание нельзя? Запретить мы не можем. В соответствии с нашим законодательством должен быть любой доступ к воде. То есть мы не имеем права весь берег загородить, как бы, вот, поэтому, ну, знаем, что люди будут купаться. Вот. И поэтому рейды у нас проводятся ежедневно. Значит, это Выйский пруд, это Нижний Тагильский пруд. Вот. Значит, были выезды на Зайгору Черные пески, в Мокрую Ольховку, на Муринские пруды. У нас существует два спасательных поста. Один стационарный находится на Нижний Тагильском пруду, на водной, 12. Значит, там у спасателей имеется спасательный катер, вот, который патрулирует территорию, акваторию Нижний Тагильского пруда. Вот. И предупреждает, чтобы люди не заплывали далеко. Вот. Вот. К сожалению, люди в состоянии алкогольного опьянения, вот, пытаются этот пруд переплыть. И вот уже сначала жаркой погоды в Нижнем Тагиле, ну, наши спасатели где-то спасли более 16 человек. Вот. То-то на спор, то-то просто так плывет, чтобы переплыть. Один человек отказался забираться в лодку при спасении, поэтому его пришлось до конца пруда сопровождать этой лодке, чтобы, вот. Ну, и, к сожалению, причиной гибели на воде является отсутствие контроля родителями за детьми, ну, и алкогольное опьянение. А с наступлением купального сезона сколько несчастных случаев было на водоемах Тагила? Ну, вот на водоемах Тагила у нас с 8 июля два таких случая, ну, причем один резонансный погиб, утонул ребенок на Нижетагильском пруду, вот, причем отдыхал он там с мамой, вот, сестры были вместе с ним, плавал на водном матрасе, вот, ну, видимо, мама где-то не доглядела, вот, перевернулся. Ну, и неправильные действия со стороны мамы тоже, то есть надо было сразу вызывать спасателей, вот, но она пока самостоятельно искала, поэтому время было упущено и, к сожалению, привело к такой трагедии, вот. Ну, а второй случай, это погибла женщина на выиском пруду, это чисто состояние алкогольного опьянения. А я правильно понимаю, что оборудованных для купания мест в Нижнем Тагиле нету? Нет, да. А что, чем должно быть оборудовано водоем, чтобы... Мы сейчас прорабатываем вопрос об устройстве пляжей, вот, требования достаточно жесткие, то есть это здесь и обязательно наличие питьевой воды, это обязательно установленные туалеты, это обязательно душевые кабинки, это лежаки, это стационарные спасательные посты, вот. Ну, вот уже на протяжении двух лет мы этот вопрос прорабатываем, вроде городские депутаты за то, чтобы пляж у нас такой был, но сейчас очень активно работаем с областью, чтобы финансирование тоже было и со стороны области. А как происходит работа с волонтерами в летний период? В этом году, значит, наши профессиональные спасатели уже провели два обучающих мероприятия с волонтерами, вот, то есть первое касалось это поиску заблудившихся людей, что для нас тоже немаловажно, вот. Ну, и второе, это поведение на воде, как правильно спасти человека, какие использовать подручные средства, вот. Все материалы по проведенным мероприятиям размещены на официальном сайте Центра защиты населения Нижнего Тагила, практически в новостях там полностью все мероприятия вплоть до проведенных рейдов там освещены, все есть. Кстати, известный прием спасения на воде, это искусственное дыхание рот в рот, а вот интересный вопрос в условиях пандемии, каким-то образом пандемия наложила отпечаток на работу? Ну, да, конечно, мы соблюдаем все мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором, поэтому для проведения искусственной вентиляции легких используется специальная груша, которая нагнетает воздух, вот, то спасатели проводят только непрямой массаж сердца. К нам в редакцию часто поступают, периодически поступают обращения, люди прогуливаются на прогулочных судах, жалуются на то, что суда не оборудованы спасательными кругами, жилетами. Вот это кто должен контролировать? Ну, вот, в соответствии с нашим законодательством, это входит в компетенцию ГИМС МЧС России, значит, они проверяют техническое состояние судов, оснащенность судов спасательными средствами. Вот, ну, в любом случае, даже если будут обращаться к нам, информация будет им передаваться для того, чтобы они оперативно реагировали на все эти замечания. К вам обратиться, это по каким координатам можно? Ну, ЕДДС, Единая дежурная диспетчерская служба, это орган повседневного управления, поэтому туда можно позвонить и информацию необходимую дать, проинформировать. Андрей Анатольевич, спасибо вам большое, что нашли время, спасибо за ваши ответы. Это была программа «Факты в лицах», сегодня мы общались с начальником отдела гражданской защиты населения администрации города Нижний Тагил, Андреем Мишиным, в студии был Николай Палкин, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин